Всем огромный привет! Вы на канале Учимся Готовить Вместе! Сегодня приготовим просто изумительный пирог с капустой и грибами. Тесто нежное, рассыпчатое, начинка сочная и очень вкусная. Итак, приступим! Для теста нам понадобится мука 350 г, сливочное масло 200 г, соль пол чайной ложки, сахар 1 столовая ложка, яйцо 1 штука, разрыхлитель 1 чайная ложка. Муку отправляем в большую миску, чтобы было удобно замешивать тесто. Добавляем соль и перемешиваем. Затем добавляем сахар и разрыхлитель и снова все хорошо перемешиваем. Отправляем в миску холодное сливочное масло. Я холодное масло ножом посекла в крошку, так будет удобней, но можно масло натереть на терку. Перетираем все в крошку, сразу ложкой, потом руками. Добавляем яйцо и вымешиваем тесто. Долго тесто вымешивать не стоит, просто соберите его в один колобочек. Заматываем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник минимум на 1 час. А тем временем приготовим начинку. Нам с вами понадобится Лук 1 штука, морковь 1 штука, капуста 400 г, грибы 200-300 г, соль и молотый перец по вкусу, сахар 1 столовая ложка, 1 столовая ложка томатной пасты, 50 мл горячей воды. Грибы нарезаем слайсами, капусту сечем. Лук режем полукольцами, морковь натираем на мелкой терке. В разогретую сковородку наливаем растительное масло и отправляем поджариваться половины нормы лука. Полукольца немного распределяем. Лук подзолотился, время добавить морковь и отправляем снова на средний огонь. Отдельно обжариваем грибы со второй половиной лука. Лук с морковкой отправляем капусту. Тем временем в миску выкладываем томатную пасту, сахар и добавляем горячую воду. Все хорошо перемешиваем до однородности. Грибы солим и перчим по вкусу. В капусту тоже добавляем перец и соль, томатную пасту и перемешиваем. И доводим на среднем огне до готовности. Грибы и капуста готовы. Выкладываем в миску, перемешиваем и начинка наша готова. Разъемную форму 25 см застилаем дно пергаментом. Смазываем дно и бока немного растительным маслом. Достаем тесто с холодильника, немного разминаем. Визуально делим его на три части. Первая часть у нас будет вверх, остальные две дно и бока. Формируем сразу дно и бортики нашего пирога. Примерно вот таким вот образом. Получается вот так. Выкладываем начинку, равномерно распределяем. Часть, которую оставляли наверх, разминаем руками. Делим на четыре части. И вот таким образом формируем верх нашего пирога по кусочкам. Что сказать, немного неудобно, но вкус этого пирога стоит таких усилий. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 40-50 минут до готовности. Но, как всегда, ориентируйтесь на свою духовку. За 15 минут до готовности смазываем пирог желтком. Наш пирог готов. Даем ему полностью остыть и извлекаем из формы. Пирог получается просто изумительный. Это тесто подойдет под любую начинку. Сочный, нежный, ароматный, рассыпчатый. С тарелки улетает за мгновение. Вкусный как в горячем виде, так и в холодном. Обязательно попробуйте приготовить. А я, как всегда, желаю вам удачи на кухне. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем добра и позитива! Подписывайтесь на канал! Субтитры создавал DimaTorzok